Евгений, а скажите, пожалуйста, вы наблюдаете за тем, что происходит в России, ведь наверняка сейчас больше? Стараюсь, нет. Простите. Понятно. Это вы шутите. Судя по всему, все хорошо. Все хорошо. Особенно хорошо, когда начинаешь слушать то, что говорит и пишет Евгений Пригожин. Ну, кстати, чувак практически не врет. Старается как-то следовать кодексу, понятиям и так далее. Его слушать гораздо приятнее, чем Путина, потому что Путин врет все время. Слушайте, как вы думаете, он ему позволяет выступать с такими заявлениями? А здесь ты понимаешь, здесь ты не спрашиваешь, можно или нет. Ты пытай, если тебе накипело, ты говоришь. Если тебе за это не прилетает сильно, ты продолжаешь говорить. А почему не прилетает? Его же не арестовали, не убили за это. А потому что это находит отклик во многих сердцах, то, что он говорит. И, а воевать-то кто будет? Ну, предположим, не будет там ЧВК завтра. Вот завтра весь ЧВК, сколько-то, я не знаю, сколько их тысяч, но профессиональных бойцов, там реально несколько тысяч, наверное, лучших бойцов, из вообще бойцов, которые говорят на русском языке, будем предельно честны. Опытных, опытных, с очень самым современным вооружением, с защитой, опытом боевых действий в разных странах, которые профессионально давно этим занимаются. Вот представьте, что они завтра все оттуда уезжают. Все, дорога открыта на Крым. Слушайте, а вам не приходит в голову... Если я все правильно понимаю. То есть без них... Вам не приходит в голову, Евгений, что вот Министерство обороны их кинуло, как они во всяком случае утверждают, не дает им боеприпасов в достаточном количестве. Ну, это не Министерство обороны, это Путин. Хорошо, Путин. Там же он Путин и играет в них. Как в солдатиков переставляет, этого усилил. Ну, вот как ребенок, да? Ребенок устроил войнушку. Вот. И если одни очень быстро победят, то все закончится, а мама еще не звала спать. Вот. Поэтому нужен пусть какие-нибудь будут еще маневры. Хорошо. Значит, Пригожин называет его счастливым дедушкой, который на поверку оказался законченным мудаком. А это не его он называет. Не его? Нет, мне кажется, нет. А кого? Потом аккуратно съехал в каких-то, ну, какое-то, кого-то из снабжения, из Минобороны. Мне кажется, это не Путина так называет. По-моему, он прикалывает, когда он так говорит. Путину больше всего, ну да, это, в общем, привлечение внимания к речи. Путину больше прилетает лично, именно Путину, без завуалирования от Стрелкова. Ну, у него, его предгенералитет ФСБ прикрывает его, потому что он, наверное, отражает мнение каких-то очень значимых людей из ФСБ, больших генералов, которые не факт, что вообще изначально были за эту войну. Хотя, конечно, они все совкадрочеры. Тем не менее, Пригожин в последний раз уже выступал, апеллируя к солдатам и офицерам, по сути дела, призывая их к бунту. Вот вам не приходит в голову, что в один прекрасный день он со своими проверенными бойцами, а для этого 40 тысяч не надо, для этого может понадобиться отряд только в несколько сот отборных бойцов. Возьмет, да и поедет на Москву. Ну, там же не вся контимировская дивизия воюет. Какие-то части Путин все оставил. Плюс несколько сотен тысяч Росгвардии. Плюс Федеральная служба охраны там тоже нет, наверное, это не... Плюс те люди, которые... Они же Родину защищают. Они же не могут ее поехать штурмом брать. Правильно? Там же схема... А какого-нибудь дедушку, который оказался законченным мудаком? Ну, для этого он должен что-то серьезное уступить. Для этого он должен оступиться. А пока по земле счет в пользу Путина. Благодаря в том числе им же. А вы верите в то, что, вот как написала Давича Вашингтон-Пост, он на связи с украинской военной разведкой? Пригожина? Пригожина. Думаю, что да. Я думаю, что они все друг с другом общаются и размениваются. Я думаю, что мы просто не понимаем уровня цинизма, который происходит в подобных вещах. Цель оправдывает средства, вы хотите сказать? Ну, у всех же, да. Плюс целью, так как там выставлена система таких противовесов к Путинам, то цели не у всех, они идеально совпадают. А раз есть некая разновекторность, то соответствующая получается разность в потенциалах, разность в задачах. По состоянию на сегодняшний день, Евгений, вы все-таки пессимист или оптимист? Вы верите? Пессимист. Я пессимист, можно, да дальше не задавайте вопрос. То есть вы не верите в возможность военного поражения Путина? В Украине, да, я допускаю, что в Украине военное поражение может быть на континентальной части Украины. Оно может быть. У него есть вероятность. Тогда мы не совсем... За Крым они усрутся так, что я просто даже боюсь представить, как. Ну, я понимаю, что пессимисты, наверное, в наибольшей степени, когда речь заходит о том, может ли военное поражение конвертироваться в распад режима, так? То, что оно конвертируется в большое шатание режима, это 100%. Но устоит ли власть, вернее, усидит или не усидит, ну, после поражения в 904 году была революция, и полтора года трясло страну. Целые районы были несколько месяцев неподконтрольные царской власти. Вот. Тем не менее, в итоге все равно взяли под контроль. Не знаю, я так за угол стрелять не умею, так далеко вперед. Не понимаю, как смотреть. Пока что Украине не дали достаточное количество вооружения, чтобы точно и феноменально как-то провести контрнаступление, потому что не было бы об этом столько разговоров. Мы бы увидели действия. Может быть, увидим. Может быть, они все держат в секрете, и мы этого не знаем. Но, опять-таки, я не знаю, в какой момент ожидание начнет играть отрицательную роль. Дело в том, что вот кто-то делал замеры на 20 или 21 год, вот где прошла линия соприкосновения, линия фронта. Вот с одной стороны от нее, где были украинские каналы, почти все были за Украину, с другой стороны, где были российские, где были Скобеева и Соловьев, там все практически были за Россию. Вот оно все равно... Человек в целом штука мягкая, вот, и оно все равно влияет. Смотрите, я вот тут посчитал... И чем дольше в Мариуполе стоят российские войска, тем больше срабатывают просто адаптивные механизмы психики человеческой. Люди привыкают жить в тех условиях, которые есть, в том бытие, которое есть. И если в 15-м году или в 14-м у кого-то были радостные ожидания будущего от Крыма, кто-то был против, люди не любят перемен, то так или иначе, плюс-минус, все встроились, либо уехали. И сейчас люди будут опять не хотеть перемен. Несмотря на то, что там есть люди, которые ждут украинские части, но давайте посмотрим, сколько их будет на самом деле, если ЗСУ туда... И когда ЗСУ туда зайдет. Ну, послушай, в конце концов, важно иметь в виду и другое, что оттуда уехало огромное количество людей. И судите о настроении... И оттуда тех или иных оккупированных регионов, ну, все-таки надо, наверное, с учетом мнения тех, кто вынужден был свои родные дома, свои родные места покинуть. Правда? Ну, будут ли они там физически присутствовать и участвовать в политическом процессе, когда туда зайдут ЗСУ, тоже вопрос, потому что они уже адаптировались за 9 лет в другом месте. Субтитры создавал DimaTorzok